Данила Черноглазая девчонка с черной косой до самого пояса работала быстро, не рассыпаясь лишними словами. «Все нормально. Сейчас посидите, а завтра на перевязку. Но это вы уже дома сделаете. В свою больницу обратитесь». Он смотрел на ее темные ресницы, смуглое лицо, нежные руки, так уверенно обработавшие рану. Голова его кружилась, но не от раны, а от этой девчонки с необычным именем, которые он услышал впервые в жизни. Звали ее Ая. Всего две буквы, а показалось ему, что в этом имени вся его жизнь. «Аечка, спасибо. Руки у тебя нежные». Она не обратила внимания на его слова. «Уже не болит?» — спросила почти скороговоркой. «Нет, все хорошо. Тогда всего доброго. Счастливого пути». Она села за стол и принялась что-то записывать. Он растерянно подоптался и, попрощавшись, вынужден был выйти. «Нет, Ая, я еще приеду». Данила Хлебов так быстро не сдается. Бормотал, садясь в машину. Не знал Данила, что той же дорогой через поселок ехал в райцентр его заклятый враг Кирилл Сапин. И тоже остановился у медпункта, потому что еще на крыльце заметил смуглую девушку. «Дай воды, красавица!» — в горле пересохло. «А здесь магазин рядом!» — ответила девушка. «Не доеду, пить хочу. Дай напиться». Сапин так и сверлил глазами местную красавицу. Жадно глотнув воды, снова засмотрелся на нее. «Разве тебе нравится жить в такой глуши?» «А какая глушь?» «До города сто километров». Она взяла стакан из рук Кирилла, звякнула ключами, показывая, что надо закрывать. «Я еще приеду», — пообещал Сапин, заметив, что нет у нее обручального колечка. Через неделю Сапин и Хлебов пересеклись на своротке. Вообще до райцентра проложена другая дорога, но она длиннее, а это через поселок Короче. Тут два джипа и повстречались. Хлебов от негодования и ненависти закусил губу. Сапин презрительно сплюнул, приоткрыв дверцу. Такого не должно было произойти, чтобы встретиться за пределами города на пути в районный центр, где оба хотели открыть свою точку. Но это случилось. Хлебов занимался стройматериалами, а Сапин — запчастями. Так получилось, что склады их стоят на загородной базе почти впритык, рядом. Между ними три метра расстояние. Так вот, эти три метра они делят уже больше года. Хлебов по документам выяснил, что закреплены эти три метры за прежним хозяином. А Сапин нашел, что документы были оформлены с нарушениями. Каждый отстаивал свою правду и грозился подать в суд. Хлебов занял площадь пиломатериалом и прочим добром. На другой день площадь была освобождена, пиломатериал заброшен ему на территорию, а на спорном месте стояли бочки и ящики предпринимателя Сапина. После этого еще несколько раз они сгружали материалы друг друга, занимаясь своим товаром. Наконец, Хлебов, застав однажды утром, что спорная площадь попросту завалена металлолумом, плюнул и уже решил, что обязательно подаст в суд и добьется, чтобы территория была закреплена за ним. Совпало еще и то, что оба решили открыть новые точки в соседнем районе. Но как назло, или это была насмешка судьбы, застряли у того медпункта, увидев Айю. Хлебов решил, что вот она мечта, та самая, на которой можно жениться. Сапин же, которому никакая крепость в виде привлекательной девушки нипочем, тоже был уверен в своей победе. Обоим соперникам черноглазая не давала покоя. Хлебов приехал с букетом, а через деньки Сапин с цветами явился. А она взглянула своими черными глазами и отказалась от цветов, обескуражив сначала одного жениха, потом и другого. «У меня парень есть», — сказала девушка влюбленному Хлебову и вернула букет. Тот вышел побледневший. «Сапин это! Сапин! Ну все, урою тебя! Уже в суд документы подал! Выкину со своей территории!» Внутри у него все кипело, и эта точка кипения зашкаливала. Пообещал он себе, что несчастные метры вернет и за Аю еще поборется. Сапину она сказала то же самое. «У меня парень есть», — и отказалась принимать букет. Да тут еще пациенты на уколы пришли, и жениху пришлось войти. Сапин топтался возле джипа, будучи уверенным, что сказано было про Хлебова. «Неужели это он и есть тот парень?» «Ну нет, не такие крепости брали. Не уступлю тебе девчонку. Моя она». В тот день они приехали почти одновременно. Сапин случайно узнал от сторожа дяди Пити, который работал у Хлебова, что хозяин уехал в район и тоже поехал вслед за соперником. Двери медпункта были открыты. На крыльцо вышли трое. Парень, едва стоявший на ногах, мужчина постарше и Ая. Они поддерживали молодого, который с трудом передвигался. Усадили на скамейку. «Алеша, как ты? Не больно?» Черноглазая красавица суетилась рядом, беспокоясь о его самочувствии. А он держал ее за руку, смотрел в глаза и, несмотря на ограничения в движениях, одаривал счастливой улыбкой. Они не замечали никого вокруг, даже не обращали внимания на джипы. Мужчина постарше отошел к своей Ниве. «Слышь, мужик!» Сапин подошел к нему. «Здорово! Кто это там, ну, с этой девушкой?» «Так это жених ее». «Не ходит он», — пробормотал Сапин. К ним подошел Хлебов. «Ну и что, что не ходит? Пойдет. Это временно. А вы с какой целью интересуетесь?» «Хозяин Нивы подозрительно посмотрел на парней». «Да так, мимо ехал». «Ну, смотрите, а то, если что, то я отец Аи». Он сел в машину и уехал, оставив молодых наедине. Сапин сник, был ошеломлен, задумчиво смотрел на счастливую пару. «Да, вот так живешь, живешь себе, и в тридцать лет вдруг начинаешь что-то понимать в этой жизни». Хлебов тоже стоял обескураженный увиденным, понимая, что лучше уехать и не мешать им, потому что ничего уже не поменяешь. «Здесь все по-настоящему». Кирилл Сапин поехал первым, но, несмотря на высокую проходимость машины, может, от расстройства или от невнимательности застрял в грязной глубокой жиже. Данила Хлебов аккуратно объехал его, остановился, открыл багажник, достал трос. Также молча стал цеплять его за машину Сапина. Тот хотел поблагодарить его, когда выбрались на сухое место, но Хлебов быстро уехал. В тот день Данила Хлебов на складе не появлялся, просто устал. А утром, когда приехал, увидел, что спорное место было полностью освобождено от материалов Сапина. Сторож дядя Петя разводил руками. «Это не я, это он сам, Кирилл Владимирович, со своими работниками. Все выгрузил и сказал, что теперь это ваша территория, что он больше на нее не претендует». «Надо же, какой благородный жест!» — удивился Хлебов. «А знаешь что, дядь Петя? А давай отмерим половину и разделим эти метры пополам. Половина Сапину, половина нам. Пусть поровну будет. Не надо мне полностью». Сапин застал территорию уже разделенной. «Давай узаконим раздел и на том дело с концом». Предложил ему Хлебов. «Так забирай все, я же освободил площадь». «Нет, половина твоя, половина моя». Стоял на своем Хлебов. Наконец, юридически они все так и оформили, прекратив тем самым долгую тяжбу и соперничество. Кто из них предложил первым, уже и не вспомнить. Но где-то через неделю после того, как увидели жениха Аи, снова приехали в поселок. «Выгрузили специальное кресло». «Зачем?» – добродушно спросил Алексей. «Мужики, ну зачем? Скоро сам начну ходить. Хоть и с палочкой, но сам». «Ну, ты пока пойдешь, а передвигаться все равно надо. Катайся, парень. Катайся и выздоравливай». «Ну, спасибо. Я верну. Я сразу верну». «Не надо возвращать. Лучше сдайте. Может, кому еще понадобится». А я подошла к Даниле. «Как рука?» «Ой, да зажила давно». «У нас тут вода хорошая. Могу угостить». Предложила она Кириллу. «Не откажемся. Возьмем в дорогу». Они уже выехали за поселок. Остановились. А ехали в этот раз на машине Кирилла. Вдалеке шумела бескрайняя тайга. Поблизости величавой стеной стояли сосны. Хлебов засмотрелся на деревья. «Глянь, филин. Ночной охотник. Вроде день еще, а он на службе». «Хорош, пернатый. Охраняет, наверное», — заметил Сапин. «Ну ты это, смотри тут. Охраняй хорошо. Береги их». «То ли в шутку, то ли и всерьез», — сказал Хлебов, глядя на птицу и намекая на Алексея и Айю. Ближе к Новому году Хлебов заметил, как частенько вместе с Кириллом приезжает его сын, восьмилетний Антошка. Мальчишка заливисто смеется, крутится рядом с отцом, а тот прячет улыбку. А сам довольный-довольный. Пять лет, как расстался с Катей, оставив ее с сыном. А время расставило все по местам. Душа рвалась, чего-то или кого-то искала. Оказалось, Катя и сын — самое дорогое в жизни. Только завоевать Катю оказалось теперь непросто. Простила, но не сразу. Данила Хлебов порадовался за соседа, который стал почти другом. Частенько доставал телефон и смотрел на фото Даши, девушки, которую встретил после неудачного ухаживания за Айю. Он думал, что будет теперь искать похожую на Айю. Оказалось, Даша совсем другая, но почему-то чувствовал, что почти родная ему. Так жизнь двух соперников поменялась в одночасье. То ли встреча с Аей и ее женихом подействовала, то ли и в самом деле, дожив до 30 лет, стали что-то понимать в этой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok